Привет! Сегодня я расскажу, как можно заработать более 15 тысяч рублей в день, работая автомехаником в компании Евроавто. И это не какой-то спонсорский ролик компании, я сам лично работаю автомехаником и хочу поделиться с вами этой информацией в надежде на то, что это будет кому-то интересно. Ну а теперь к делу. На примере у нас будет отличный автомобиль, это Golf 6-го поколения с подвеской классической MacPherson, которая встречается на большинстве автомобилей нашего города, концерна VAG. Я столкнулся с популярными болячкой этой платформы и покажу на примере своего личного опыта разные варианты решения этих проблем. А в конце подведем итог, в какую сумму обошелся такой ремонт и сколько с этого заработал именно я. Погнали смотреть! Сегодня в работе у нас Golf на замену всей подвески. Передний, задний, задние рычаги. Тут задние рычаги, тяги, пружины, амортики, пыльники. В общем, все-все-все. Будем развлекаться сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, движуха такая. Закисли закладные, соответственно, в опоре. Один болт открутился, два не открутились. Выпиливать их болгаркой, отсюда срезать, но это, блин, вообще неудобно. Это, блин, вообще никак. Короче, я тут такую тему замутил. Я не знаю, как это будет работать, но я попробовал отстрелить шток амортизатора сверху. У меня здесь это все меняется. Пружина, амортик, там все, короче, меняется. Так, шрус я защитил. Почти на пол поставил. Сейчас мы это все прикатим колесом. Прижмем на всякий случай. И будем отстреливать сверху. Соответственно, амортик освободится от опоры и пружина, все, что осталось там, будет давить вниз. Соответственно, надеюсь, что ничего тут не разлетится. Короче, вот так я колесом все это дело прижал. Сейчас буду откручивать шток и посмотрим, что из этого получится. И это все, что ли? Ну и все. Не так-то и страшно это было. Ну вот, теперь хотя бы есть доступ к этим закладным. Сейчас что-нибудь другое уже придумаю. Вот так я, короче, за него схватился. Кусачками. Зафиксировал, так сказать. Попробуй сверху открутить. Ну, вторая закладная так хорошо не пошла, как первая, поэтому пришлось еще чуть-чуть приварить. Короче, заварил я ее полностью. Надежда на то, что удастся сломать болт просто и все. Получилось открутить это все двумя способами. Первый способ я схватил закладную зажимом и выкрутил болт. Второй способ я, получается, заварил насмерть этот болт с закладной к опоре. И пистолетом просто отломил ему голову. Спасибо Volkswagen Audi за такую чудную конструкцию. Со своими закладными, которые вечно проворачиваются. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наконечник, тяга, сайлентблок Сайлентблок, рычага передний, тоже новый. Сайлентблок, задний клиент менял недавно. Шаровая. В принципе, с другой стороны тоже самое. И еще, обязательный нюанс. Все резьбы, все болты, все смазано, чтобы не было опять таких же проблем, с какими столкнулся я. Если бы все так делали, то чуть-чуть жизнь была бы попроще. Поэтому сейчас, в принципе, можно идти ремонтировать заднюю подвеску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, подрамник снят, балка с рычагами. И закисли. Значит, вот этот болт, вот этот болт развального исхождения, соответственно, закисли. И чтобы было удобнее и проще, конечно, это все дело снять. И уже на месте здесь все это отпилить, разрезать, поменять, собрать все в кучку. И воткнуть в итоге на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стабилизатор у нас будет новый. Поэтому сейчас мы подкинем новые втулочки на новый стабилизатор и воткнем его на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, подведем итоги. Клиент привез свои запчасти, поэтому мы будем считать только цену на работы, потому что запчасти можно купить как по минимальному прайсу, так и максимальному. Тут зависит больше от чего вы хотите, какие запчасти вы хотите купить, оригинал, неоригинал. Все зависит от ваших возможностей, от ваших желаний, поэтому будем считать только работу. Итак, система EUR Auto построена, как и во многих сервисах, на нормочасах. Только для механиков нормочас прогрессивный. Из первого нормочаса он оплачивается 410 рублей и доходит до 517 рублей, если у тебя более 268 нормочасов в месяц. Данная работа по Гольфу оценивается чуть больше 32 нормочасов с учетом слесарных и дополнительных работ. Возьмем средний показатель в нормальный месяц с графиком 3 через 3. Это более 215 нормочасов и каждый нормочас оплачивается за 482 рубля. Именно при таких условиях данная работа, проделанная мной, приносит мне 15558 рублей. Ее можно легко выполнить за один день, даже если не сильно отвлекаешься. Что касается клиента, то сейчас для него нормочас стоит 1600 рублей. Умножая на 32 с копейками нормочаса мы получаем сумму 51628 рублей. Внушительная сумма, но не стоит забывать, что при этом мастер-приемщик может сделать скидку 20%, а это уже 41 318 рублей. Все эти вещи уже обговариваются на месте именно с мастером-приемщиком. Как-то так, не забывайте своевременно обслуживать ваши автомобили и тогда прайс не так сильно будет вас удивлять. Ну и конечно же не забывайте выбрать квалифицированного механика, который будет обслуживать ваше авто. Ну как говорится, не забудь подписаться, поставить лайк и написать комментарий, как тебе такой формат видео, интересно, не интересно, для меня будет важно, а для вас как бы, ну, лишний повод высказать свое мнение, так сказать. Все, всем пока!